всем привет ребята меня зовут вера и вы находитесь на моем канале всем большое спасибо что вы сюда заглянули не забудьте под этим видео поставить лайк и желательно подписаться на канальчик если вдруг этого все еще не сделали сегодня мы с вами здесь собрались для того чтобы распаковать фикс прайс доложит меня в пакете из под сенсея но у меня однако есть целая сумочка вот такая вот большая потому что накупила я всего много на очень-очень много тысяч там около пяти вышло короче давайте приступать к распаковке здесь у меня лежит не только фикс прайс здесь есть еще немножечко товаров для дома из голомарта немножечко с рынка чего-то ну короче я вам все покажу основное преимущество здесь фикс прайс погнали и первое с чего я хочу начать это вот такая вот вазочка я купила ее в магазине дом это сетевой магазин в владимирской области если кто-то из моих подписчиков уже владимирского все зайдите купить и значит у стоило в районе 200 рублей где-то так плюс-минус следующего покупочка она уже из фикс прайс это ассоциативные метаморфические карты все цены я буду здесь указывать потому что цены я естественно все не помню но все чеки сохранила так что при монтаже все цены вставлю внимательно смотрите цены будут все указаны где-нибудь в сторонке там есть еще кстати несколько вариантов таро ну вот я решила купить именно такие потому что таро и не умею подумал что в этом разберусь но почитала инструкцию скорее всего разбираться не придется долго и сложно мы открываем коробочку и первое что мы видим вот такую большую инструкцию и под ней вот такие валютенькие карты вот вопрос зачем нужно было делать такую большую коробку если вы кладете не такие маленькие карты вы сделали поменьше хранить было бы удобнее давайте взглянем на инструкцию она очень красивая фиолетовая и внутри у нас расписано несколько техник как этим пользоваться всякий разный вариант но очень сложно вообще я почитала там офигела но и сами карты они вот запаковано такую упаковочку давайте сами сейчас я прям распакуем я без вас не открывала вот стопочка карт и здесь разные картиночки вот можете посмотреть короче изобилие большой я в них ничего не понимаю кто шарит тот шарик я попробую тоже когда-нибудь в этом разобраться гоним дальше и следующая моя покупочка это вот такая вот листва я купила ее на садоводе там было два варианта за 250 рублей и за 350 рублей за 250 рублей она была какая-то куценькая взяла 350 рублей потому что например хорошо ну вот я немножко и под распаковала видите как много листиков на каждой веточке на той которая за 250 там буквально там листик потом большое расстояние еще листик а здесь прям добротные ветки прям хорошие так что если будете на садоводе берите ту которая за 350 в одном месте нашла вот такую вот пушистую я уже хотела брать 2 по 250 но это бы вышло хоть дороже бы и наверное было бы менее обильно следующая покупочка вот такой набор декоративных тыковок там их несколько разных видов я взяла вот этот потому что здесь как по мне самые красивые тыковки так сколько здесь 7 штук наборе лежат на ней какой продуктовой сеточки как будто бы в магазине купили а я имею ввиду продуктовом первая тыква такая красненькая такая пятнистая желтенькая такая же форма зелененькая у меня такие есть настоящие замечательны один в один только больше такие у меня огромный еще вот такая же рожженькая но вниз видите имеются будет вмятинки мне это премьи нравится эстетичные тыквы закончили теперь есть три не очень эстетичный как по мне кая вот тыква непонятная похожая на defense и 2 а такие у зелененькая, они вот странной формы, это похоже на грушу, а это похоже на завявшую грушу, которая плохо, которая начала уже гнить. Вот эти две тыквы мне прям не нравятся, и в других наборах прям было много тыкв вот такой формы, я выбирала там, где они такие рифлененькие, как у меня на участке. Следующая моя покупочка, это такие стаканчики из новой коллекции, и вот такие стаканчики из старой коллекции. Стаканчики из новой коллекции, они стоили по-моему 83 рубля, но в любом случае сейчас вы цену увидите. Здесь 8 стаканов, можно было прочитать, не считать. Вот они вот такие вот красивые, дизайн мне нравится, очень симпатичненький. И второй вид стаканчика, вот такие, и здесь их 20 штук, вот так вот они выглядят, очень-очень симпатичные, и те другие у нас бумажные. Эти стоили намного дешевле, вот на них цена. Они из старой коллекции, я покупала в городе Вязники, там очень много всего осталось за 16-й год, еще за какой-то здесь, кстати, я скажу вам, какой-то год. Да, 16-й год, вот видите, 16-й год. И они стоили дешевле, чем те, хотя их большее количество. И продолжая разговор об одноразовой посуде, я купила два вот таких набора одноразовых орелочек, они картонные. Там было три дизайна, по-моему, я выбрала вот такие вот одинаковые наборы с тыковками. В том году мы проводили Хэллоуин на даче, собирали небольшую тусовочку, если что, видео есть на канале, можете заглянуть, посмотреть, ссылочка будет в описании. В этом году я не знаю, что я буду делать на Хэллоуин, там у меня есть несколько вариантов, поэтому, скорее всего, в этом году я не буду проводить никаких вот таких мероприятий сама, а пойду уже на готовые мероприятия. Но останется следующий год, просто я до последнего не могла найти мероприятие и вот купила на всякий случай. Тем более, в следующем году таких может не быть, поэтому, в принципе, покупка нужная и дельная. Пригодится в любом случае, даже если не на этот, но даже если не на этот Хэллоуин, то может быть на следующий. Хотя, может быть, после Хэллоуина я проведу отдельный Хэллоуин свой, потому что я очень люблю Хэллоуин, прям мой любимый праздник. Следующая моя покупочка Это вот такой подсвечник Тыковка Он тоже из новой коллекции Там были красные, зеленые, рыжие И, по-моему, еще какой-то цвет был Но мне он понравился Я подумала, что мне пригодится Я люблю Хэллоуин, я люблю тыквы Так что, как бы, очевидно Также я купила еще одну тыкву Уже размером побольше Она, по-моему, из старой коллекции Да, это коллекция 2021 года Вот такая вот огромная конфетница Сложу в нее конфетки Поставлю на подоконник Буду поджирать По ночам Нарабатываю себе массу на зиму Чтобы не замерзнуть Ладно, шучу, мне худеть надо Помню, что-нибудь у нее, короче, каких-нибудь Может быть, диетических конфет Может быть, каких-нибудь протейных батончиков Не знаю, короче, очень понравилась мне эта конфетница Она из прошлой коллекции В следующем году таких может уже не быть Покупала я в городе Вязники Там, я говорю, старая коллекция еще есть Стоит, по-моему, либо так же, либо дешевле, чем подсвечник И смотрите, какая у них разница в размере Также из экспресса купила вот такую подставочку Для чашки Я хочу использовать ее не как подставку для чашки Я хочу использовать как подставку для елки Это уже как бы немножечко заглядываем в Новый год Потому что в том году я цепляла елку на кусок арголита Потому что не могла их найти Они тоже из старой коллекции И как бы была проблема Она у нас из коллекции 22-го года То есть она уже два года, как у нас, наверное, нигде в Москве не продается Но вот в маленьких городах она еще осталась Вот так вот она выглядит Это у нас пил сосны 8 сантиметров Натуральное дерево Вот здесь даже кора есть Она, кстати, немножко отваливается Смотрится очень красиво и эстетично И как под чашку И как под елку И как куда что угодно Прям мне нравится Прям очень хорошо Следующая моя покупочка Это вот такая вот игра Типа Jelly Belly Тут конфетки с разными мерзкими вкусами Покупала это в фамилии За 139 рублей Леденцы с ужасными вкусами Игра Купила это тоже на Хэллоуин, если я буду его проводить И у нас здесь какие есть вкусы Значит, у нас здесь есть сопли, апельсин, черный перец, кола, вонючие носки Яблоко, пухлые помидоры, барбарис, собачий корм, лимон, горчица, тути-фрути Сопли вам уже были, да? Короче, вот такой вот набор с конфетками Извините, открывать не будем Это я оставлю для друзей В том году мы, похоже, пробовали из магазина Коста Можете опять-таки посмотреть то самое видео, где мы праздновали Хэллоуин Там мы это пробуем, и люди делятся своими впечатлениями Праздничный торт, либо сырая печень Ненавижу печень Торт Торт Мне повезло Банан, протухшая рыба Ой, давай, желтая Это рыба Банан или рыба? Рыба? Персик или карри? Персик И также я купила еще одну игру По-моему, в фикс-прайсе Хотя, возможно, в магазине Дом Я вот не знаю, где точно Называется Стрелочники И здесь нужно узнать всю откровенную правду О своих друзьях с помощью отвязных вопросов и веселых ответов В состав игры входит 55 карточек, правила игры Можно в нее играть от трех игроков Так вот поближе посмотрите, она выглядит И давайте почитаем, какие у нас здесь вопросы Эти вопросы написаны с двух сторон карточки Одна сторона карточки глянцевая, другая матовая Так, один из нас больше других, похож на того, кто зарабатывает стриптизом Нужно показать, кто Один из нас лучше всех учился в школе Один из нас чаще других получает травмы во время секса Один из нас чаще всех грызет ногти на руках Ну, в общем, такая вот игра Поиграем в нее с друзьями Думаю, будет весело и смешно В том году мы играли в игру Стихи на пи Было весело, смешно и очень матерно Ту игру я покупала на Сималайде Также из коллекции 22 года Я купила себе вот такую вот конфетницу Тыковку У меня такая была Только с более красивым верхом К сожалению, когда я делала ремонт в моей комнате Да, кстати, видите, моя комната немножко изменилась Я его разбила Очень долго и сильно плакала Но, к счастью, в вязниках еще они остались Да, не такие красивые как у меня была Но крышечка у меня сохранилась Поэтому я могу просто переодеть крышечку И моя тыковка будет такая же, как и прежде Еще две мои покупочки Они такие уже эстетичные Они для дома Я их купила в магазине Я их купила в магазине Галамарт Это вот щеточка для уборки И ёршик для чистки банок Мне очень понравился их дизайн Тем более у меня есть максимально похожая штучка Водосгон из магазина Сенсей Я думала, что они будут хорошим комплектом Красиво сочетаться друг с другом И вот решила их прикупить Итак, я принесла водосгон Вот он, как видите Они прекрасно сочетаются друг с другом У меня будет вот такой комплект Единственное, что он такой более молочный Они прям белоснежно-белые На кадре этого не видно Вот, я не знаю Не видно вам Но, в любом случае, у меня теперь вот есть Такой вот комплект для уборки Мне очень нравится Следующее, что я купила В X-Price Вот такой набор жвачек в виде глаз Я помню, такие были в моем детстве И, конечно же, я не удержалась и взяла их Тем более, каким он дополнением к столу Столу инсту розовенький Есть еще голубенький И в комплекте у меня попался один желтенький Все остальные голубые и розовые Я их сложила в мой подсвечник И вот так вот это криповенько выглядит Вот уже готовое уборщение После еды жвачечка самая то Следующая моя покупка в X-Price Вот такой набор цветных карандашей Я в последнее время полюбила раскраски И пока я их раскрашивала Я заметила то, что карандаши, которые в черной вот такой вот упаковке Которые нерзноцветным покрашены А вот именно такие вот черненькие Они какие-то более мягкие и красивее всего ложатся на раскраску В комплекте у нас 22 карандаша И вот так вот они выглядят без упаковки Как видите, у нас здесь идут вот такие цвета Вот коричневый, красный, розовый, рыжий, желтый, голубой Соцветно-зеленый, темно-зеленый, еще более темно-зеленый Фиолетовый, посветлее фиолетовый, коричневый, серый или какой-то Ну, короче, либо серый, либо сиреневый Синий, зеленый И вот идет несколько карандашей Два в стиле металлик Голубой и золотой И также идут такие вот ядреные и неоновые Два салатовых, рыжий, зеленый и розовый Я уже покупала два похожих набора карандашей в X-Price Мне они очень понравились Они у них очень хорошие качества Кстати, вот такие вот металлические тоже покупала И они действительно такие вот металлические Красиво смотрится, просто пушка-бомба Раскраски тоже покупала в X-Price И вот раскрашиваю Следующая моя покупка тоже не к Хэллоуину Но новинка в X-Price Пневмо-очиститель Высокого давления для офисной техники Взяла для того, чтобы чистить себе компьютер от пыли У него в комплекте вот такая вот трубочка Как работает, пока не знаю Может быть, где-нибудь в каких-нибудь с вами шортах проверим И еще одна не Хэллоуинская покупка Но такой вот симпатичный органайзер Это тоже старая коллекция фикс-прайса Вот, видите, цена 200 рублей здесь указана Коллекция у нас 2020 года У меня на старом зеркале висел такой розовый О, она сейчас висит Просто зеркало уехало на дачу Я говорю, ремонтик случился Очень удобная штука Клеится хорошо, можно мыть Очень удобно То есть отрываете от зеркала Мойте, приклеиваете обратно Держится, не падает прям вообще пушка-бомба Если в ваших фикс-прайсах еще остались Покупайте Тем более он черного цвета На Хэллоуин Если у вас какая-нибудь там беленькая висит Можно переклеить Чтобы сочеталось со всем этим страшным Что вы будете делать в комнате Так что покупочка хорошая Ставим ей лайк Ну давайте, наверное, продолжим Хэллоуин Все-таки мы вот здесь по поводу Хэллоуина собрались Я купила два вот таких набора салфеток Они тоже из новой коллекции Там было много разных расцветок Я взяла самые такие страшненькие, так скажем Вот такой вариант с тыковками, привидениями, шляпами И вот всяким вот таким вот И вот такой вот вариант с тыковками, паучками и какими-то листиками Очень классные салфетки Большие, красивые Будут хорошо смотреться на Хэллоуинском столе Если вы собираетесь тоже делать какое-нибудь мероприятие Прям под тарелочку положить И будет прям супер-супер Также я купила к Хэллоуину набор вот таких вот шариков Как видите, он стоил 69 рублей Я забрала последние 2021 года Тоже старой коллекции Но в новой коллекции тоже есть набор шаров Хэллоуинских Я видела, они стоят 79 или 89 Что-то вот, короче, как-то так не сильно дороже Даже немножко поэстетичнее они выглядят Но вот я сначала увидела эти, потом увидела те В первом фикс-прессе увидела, те и купила Шарики классные, в фикс-прессе всегда шарики очень хорошего качества Еще из старой коллекции Неизвестно какого года Тут не указано Я купила такую гирлянду Пауки Здесь черные и серебряные Планирую развесить ее по стенам Будет красиво Я купила два набора Цену вам напишу Но, скорее всего, вы в фикс-прессе такой не найдете Если, конечно, вы живете, не помню, в маленьком городке Где все это еще не успели раскупить Потому что в Москве все сметается просто молниеносно Я вот приехала на днях в Син Купить кучу всего интересного Потому что я видела в обзоре, что дофига всего интересного А там уже везде стоит Новый год И Хэллоуина не осталось Там буквально пара подсвечников и все Причем не тех, которые я хотела Так что успевайте покупать все А то вообще в фикс-прессе тоже Новый год уже ставят вовсю Следующая моя покупка Вот такой вот паучок Это детская игрушка Это к Хэллоуине не имеет никакого отношения Но он должен как-то там ползать Меня очень заинтересовала эта тема Я решила купить Мы сейчас с вами потом проверим, как он будет лазить Очень любопытно Вот его цена Но затестим чуть-чуть попозже Давайте проверим паучка Открываем упаковку У него здесь липкое колесико Вот за счет него он и двигается И также смотрите Есть еще одно липкое колесико в комплекте И здесь написано, что если вдруг он падает То нужно хорошенечко его помыть с мылом И тогда снова все будет работать Давайте пробовать Ну что, погнали Блин, это так круто Мне нравится Продолжая разговор об игрушках Я купила вот такую игрушку Балансир Подумала, что это будет тоже прикольным развлечением На празднике Там вариантов было немного по картинкам Но я выбрала тигра Мне показалось, что он самый прикольный Вот здесь вот такой вот он стоит На него нужно ставить шарики Тоже попробуем Посмотрим, как это будет ставиться Не ставиться Но если дети могут То взрослые тем более смогут Ну и пришло время Затестить игру Балансир Давайте ее распакуем И посмотрим Насколько это сложно Какая она малюсенькая Я думала побольше будет Итак, ребята Пробуем Ну знаете, это, кстати, не так уж и сложно Это вот реально больше для детей Я думала, это будет ужасная сложность Нет, это легко Да, это было быстро и просто К сожалению Я думаю, это будет сложнее и дольше Следующая моя покупочка Это вот такие вот гномики Такая вот табличка подвесная Мне она очень понравилась в обзоре Я ее прям искала Там множество вариантов Мне понравился именно этот гномик-мухоморчик С мухоморами Прям вот это мой максимально осенний вайп У меня сейчас на чехле для телефона Тоже мухоморы Я сказала, да-да-да, конечно, мне это надо И искала его по всем фикс-прайсам И нашла Вот, смотрите, какой он классненький Прям вообще супер У него имеются две дырочки для того, чтобы подвесить В комплекте идет вот такой вот обрезочек Самой дешевой веревки Можно вот так вот повесить А можно просто его куда-нибудь так поставить Ну и вот здесь есть карточка, на которой написано Из чего он сделан и так далее Давайте, кстати, почитаем Сделан он из LHDF Картона, ламинированной пленки И джутовый шпагат Что такое LHDF? Пишите в комментариях Я не знаю такого материала Но картон здесь ощущается Также к Хэллоуину в этом году Привезли вот такие вот переводные татуировки Я когда вижу переводные татуировки Сразу их покупаю Потому что у меня есть такая мечта Сделать фотосессию Обклеиться прям полностью В эти все татуировки Как будто я прям зататуировала на максималках И сделать фотосессию Когда-нибудь я это осуществлю Когда похудею Но пока вот я только скупаю эти татуировки У меня там уже их целая коллекция разных С разных годов С Алиэкспрессов, с фикс-прайсов Везде, где я их вижу Но, естественно, такие вот неформальные И я купила еще несколько комплектов Давайте их глянем Первый, вот такой наборчик Следующий, вот такой Вот такой вот И вот такой Там были еще другие варианты Но я выбрала те картинки Которые мне больше всего понравились Потому что, как бы, много их накупать не хотелось Как бы, ну, хотелось, конечно Но мне не все нравились И затратно это уже получается Мне там по 50 рублей Это вот уже на 200 А если я купила бы их больше Это было бы еще на большую сумму Я решила, что остановлюсь пока Также из коллекции 2016 года Я нашла вот такую паутинку на окно Это вообще мой любимый вид наклеек на окна Потому что они приклеиваются хорошо Держатся намертво Отклеиваются без проблем Следов не оставляют И вообще просто офигенные Оказывается, у меня с того года такая есть Я забыла, что у меня паучок был Но лишним не будет Не будет Всегда пригодится в хозяйстве Да, я очень люблю украшать по максимуму Поэтому, конечно же, он мне пригодится Он классный Тем более гелевый наклеек Но, во-первых, они выходят из строя Через какое-то время Так что, в принципе, если у меня тот паучок выйдет из строя То этот будет еще работать Но они прям вообще классные Я на Новый год все-таки закупаю И вот на Хэллоуин тоже решила закупиться Еще одна небольшая покупочка для дома Я купила на убор вот таких вот пластиковых шпателей Для того, чтобы сделать хэллоуинский том Красиво его украсить Стоило копейки Там что-то рублей 30 Что-то типа того Ну, как бы дешево Много места не занимает Я решила, почему бы и нет Итак, продолжаем Гелевые наклейки на стекло Я купила вот такие два вида Там были еще какие-то детские Я решила их не брать И вот эти два мне прям понравились Итак, первое У нас здесь висит, как видите, кровушка И какая-то вот эта надпись Я не знаю, как эта надпись переводится Это остерегация О, это остерегация Так что будем остерегаться И вторая наклеечка Вот с такими веселыми привидениями Летучими мышками И надписью они из коллекции девятнадцатого года и следующим покупочкам вот такой вот светильник декоративный хайлуинский из коллекции восемнадцатого года надеюсь что он работает давайте его откроем и так что мы имеем в комплекте все сделано из пластика вот так он собирается здесь есть включение выключение но он работает от батареек и здесь комплекте есть вот такая вот палочка которая оставляется вовнутрь чтобы дефектировать этот шар вот он собирается и получается вот такой красивый шарик мне понравилось я решила купить следующего покупка ободок карнавальный из коллекции 22 года у него здесь вот такой вот мохнатое основание которое линяет и рожки такие вот блестящие главное чтобы он налез мне на голову да он нарезает шикарно теперь такая львицы дева лица и мы с вами продолжаем нашу хэллоуинскую распаковку и следующее в нашей программе две маски из коллекции семнадцатого года вот такой вот череп и вот такой вот череп я выбрала самые две милые черепушки я подумала что ими тоже будет красиво что-нибудь украсить где-нибудь их прикольно повесили еще вот красиво сочетаться с моими новыми обоями знаете как они прикольно с ними смотрятся ну как маски это использовать естественно не буду но из плюсов хочу отметить что здесь вот есть такой вот фетровое основание и на лице это не будет больно то есть это картон в которой приклеена такая мягенькая штучка что по лицу как бы не будет противно и мерзко очень классное качество прям прям пушка бомба вообще очень очень хорошие следующая покупочка из коллекции шестнадцатого года это вот такие вот скатерти там были еще варианты но я купила этим кстати в том году в этом же магазине я их не нашла вязниках но в этом году вот я нашла и решила взять запасом у них материал такой кстати вот что-то типа ткани неодноразовый мне они понравились я решила что они хорошо будут смотреться на праздничном холоменском столе их размер 180 на 108 сантиметров то есть размер достаточно большой я думаю что такими можно будет красиво задекорировать стол еще представьте эти салфеточки тарелочки чашки стаканчики и прям реально хэллоуинский стол в том году мы накрывали такую штуку которая на плиточку приклеивается или на дверь вы знаете но об этом никто не знает кроме вас вот такая красота и и мастерим на эту прекрасную тумбочку она в принципе нормально служила но она такая как скатерть самая дешевая одноразовая естественно она не выжила мы и выкинули а вот эти прям скатерти которые будут служить годами я взяла прям сразу две штуки вы видите потому что ну такая вещь она как бы из года в год мне будет пригождаться потому что ну хэллоуин говорю мой самый самый любимый праздник также из коллекции 19 года я купила набор таких летучих мышек я помню прям девятнадцатом году как он вышел и мне он что-то не понравилось я смотрела что блогеры его покупали а мне прям не хотелось но в этом году я сидела на пинтерс нашла несколько интересных идей вот таких всяких решила также украсить у себя и решила да я это покупаю мне это в этом году нужно следующая моя неожиданная покупочка вот такое вот надувное оружие вот такие мечи которые надуваешь и как бы анти мечи становятся и все я купила для того чтобы можно было устроить драку на мечах развлечения же нужны не только стол тоже купила для праздника чтобы было весело и забавно то есть игры накупила прям сразу сразу много чтобы точно никто не заскучал учитывая что у меня большинство друзей мальчики я решила что вот такая вот игрушка тоже точно будет весело всем потому что мальчики любят там подраться особенно на мечах на работе очень прикольно вот так что такие вот две надувные игрушки и следующие мои покупки две вот такие вот настенные или надверные декорации здесь год не указано мне кажется это прям очень-очень очень древняя коллекция выглядит прикольно кое-где уже опали блёсточки на столе ничего турбли 25 что ли прям вообще какие-то копейки я себе взяла если взяла такую красивую тыкву кстати можно и другой стороной повернуть и здесь как бы нет никаких блёсточек то есть нападать нечему то есть можно использовать просто вот без лицевой стороны будет нормально и такое же вот три тыквы сзади стороны тоже не просто без блёсточек без выпуклостей можно будет красиво украсить где-нибудь вход в комнату или даже вход в дом прямо на дверь приклеить чтобы все соседи видели что здесь хэллоуин проводится прикольно красиво мне нравится возможно буду украшать если мы где-нибудь где будем праздновать пока не придумала но за такие деньги решила взять и последняя моя покупочка тоже для праздника для веселья вот такой набор масок я покупала такие в том году только они были вот такие вот малево синьки купила фикс прайс набор топперов давайте их примерим мхлак Продолжение следует... Усы, лапы, хвосты! Вот мои документы! Это коллекция 17-го года, там не помню какой год был, а это прям такие побольше размером, 10 штук комплекции, давайте их посмотрим повнимательнее, что уходит в комплект. Они все уже приклеены на палочки, но некоторые палочки отвалились, вот у меня 5 палочек, соответственно 5 из 10 не выжили, но это приклеить не проблема, ничего страшного. Значит, не выжила, вот такая вот улыбочка, вот такие вот рожки, такие же у меня были в том комплекте, который поменьше, женщина-кошечка, мяу, летучая мышка и вот такая черепушка, у меня есть такая же, только меньшего размера на даче. Ну и теперь давайте посмотрим те, которые выжили. Значит, выжила вот такая вот штука, здесь можно будет что-нибудь написать самим. Сделали так, чтобы у вас было три глаза, ведьминская шляпа, точно такие же очечки, как в маленьком наборе, только уже подходят по размеру. И надпись БУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ ремонт, потому что видео с ремонтом я еще не начинала монтировать. И даже еще в планах не было его пока начинать монтировать. Так что у вас будет просто невероятнейший спойлер в следующем видео. Ну, а видео про Крым не переживайте, они будут продолжать выходить. То есть сейчас вышло вот это вот видео. Следующее будет про украшение комнаты. И дальше продолжится серия про Крым. У Крыма 7 частей. Не забываем. Смотрим их все полностью. Там очень интересно, очень прикольно. Мы много мест посетили, так что смотрите с удовольствием, наслаждайтесь. Нашим путешествием. И не бойтесь, можете в следующем году тоже поехать в Крым. Там ничего страшного не происходит. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Рекомендуйте мои видео своим друзьям. Ну, и, конечно, оставайтесь со мной и смотрите мои видеоролики. Всем пока. Спасибо за просмотр. До новых встреч.